Друзья, всем привет! Это программа СМП Слепстрим. Мы находимся в студии СМП Рейсинг, программы развития российского автоспорта. И возвращаемся с нашим любимым СМП Слепстримом после зимних праздников. Еще раз поздравляем вас с прошедшим Новым годом и Рождеством. И напоминаю, что полную версию этой программы вы можете увидеть ВКонтакте, конечно же, в паблике СМП Рейсинг. Ну а сегодня мы говорим о прошедших перестановках в командах. Есть еще что обсудить по этой теме. Есть там много всего интересного. И вместе с вами сегодня на эту тему поговорят Владимир Башмаков и Наталья Фабричнова. Привет! Привет, Володь! Ну что, обычно мы говорим о перестановках в других командах. Это имеется в виду трансфер пилотов. Но в этом году, да, в конце этого сезона у нас были перестановки среди руководителей команд. Причем сразу много. И как в случае с Себастьяном Феттером, который запустил волну переходов Феттер и Алонсо, вот так вот, да, сыграли свою роль. Так здесь Матье Бенота ступ одним, прямо скажем, шатался и достаточно долго. И череда ошибок Феррари в той или иной области уже запустила вот этот процесс недовольства сначала у болельщиков. А потом уже вот ближе к концу сезона 22 года стали такие активные слухи муссироваться, что все-таки Бенота уберут. Но тут понятно, что команда все отрицала, Шарль Леклер все отрицал, отрицал. А в итоге вот стоило нам идти на каникулы, как все-таки объявили, что Бенота уходит и на его место придет Фредерик Вассер. Как ты считаешь, это хорошее кадровое решение? Оно напрашивалось или все-таки нужно было еще Бенота дать хотя бы вот этот сезон? Потому что предыдущий сезон, он сам даже озвучил своими словами, что в принципе они не рассчитывали бороться за титул. То есть задача-то он выполнил, да, задача была прогрессировать у команды. Команда прогрессировала, она боролась за победы. Но с такой машиной можно было бороться за титул, а здесь они не сдюжили. Вот какой вопрос у меня возникает в конечном итоге. Окей, второе место Бенота условно их не удовлетворило. А что с Фассером? От него сразу будут требовать чемпионство? Это немножко несправедливо. Но с другой стороны, давать ему еще сезон на раскачку несправедливо по отношению к Беноте. Я считаю, что Бенота убрали зря на самом деле. Ну, он сам ушел заранее, понимая, что его уберут. Достаточно критичный момент с точки зрения финальных стадий разработки новой машины. Но посмотрим, во что это выльется. С Фассером для меня в данном случае это некоторая такая темная лошадка, потому что одно дело в команде Альфа-Ромео за Ауберда, которая... Ну, я не могу сказать, что у них какая-то расслабленная атмосфера, нет. Но даже вот то, о чем говорил Вальтери, что слишком долго делаются обновления, слишком мало координации между отделами. Впрямую не все он озвучивал, но смысл был в том, вот в конце сезона, когда он подводил некоторые итоги сам, он сказал, что в команде не все слажено и не очень быстро некоторые процессы работают. В Феррари такого не простят, тем более та команда, которая, в общем, под лупой находится, можно сказать, у болельщиков всего мира и у специалистов, которые следят за автоспортом. В Феррари это определенное, ну, я не знаю, пекло, наверное, для руководителя команды. А с точки зрения ментальной, да, с точки зрения, может быть, силы характера, мне кажется, он справится. Но с точки зрения вот так вот прийти и сразу наладить, чтобы еще лучше команда Феррари работала, вот здесь вот большой вопрос, но тут, наверное, только время рассудят. Ну, личность Васера нам практически всем известна по молодежным гоночным сериям, то, что долгое время команда РТ была прям суперкоманда, как в последние годы была пряма, то есть это была почти что гарантия сражения за чемпионские титулы, было видно, что там он был хорошим боссом, то есть команда работала тоже где-то, ну, в Формуле-3 это в свое время было возможно на грани регламента, когда они еще там в трубе машины продували. И, тем не менее, это меньший масштаб. Что касается оценки его работы в этом году в Заобере, в Альфа-Ромео, то, мне кажется, скорее они грамотно сработали. То есть они понимали, что у них будет определенное преимущество там по весу, еще по таким вещам в начале сезона, пока еще не все раскачались, они в начале сезона, собственно, и потратили много бюджета на новинки и так далее. Но понятно, что это совсем другого уровня команды, и как он впишется в Феррари, где еще и всегда очень, скажем так, тяжелая политическая атмосфера, вот это очень большой вопрос. Но загадок и вопросов много, так что посмотрим, как он справится на новом месте. Большой кредит доверия к нему у Стеллантиса, у Бенедетта Виньи. Вот посмотрим, кредит доверия тут оправдается или нет. Репутация также крепкая у человека, который приходит в Заубер, Андреас Зайдель. Несмотря на то, что в каком-то плане, наверное, сезон 22-го года для Макларена можно не записывать в успешный, но тут уж что говорить, наверное, Дэн Рикердо постарался со знаком минус. Увы, потому что Ландо Норрис тащил, выражаясь спортивным сленгом. И Ландо Норрис, еще раз, это единственный человек, который, кроме топ-команд, побывал на подиуме в прошлом сезоне. Поэтому Макларен, с одной стороны, не то чтобы хороший был для них год, с другой стороны, репутация руководителя, в данном случае Андреаса Зайдель, не пострадала. И по идее план был такой, что он уйдет из команды Макларен, когда Ауди уже четко придет в F1. Но вот так случилось, да, такие перестановки, что в итоге он ушел раньше. И вот здесь вот уже любопытно, ведь он пришел на должность выше руководителя конночной команды. И теперь, по идее, он должен кого-то назначить. То есть тут еще не все ясно с Заубером. Да, потому что Вассер, он занимал две должности, и только вот более высшую из них сейчас занимает Зайдель. Ну, касательно Макларена, здесь просто в двух словах можно сказать, что команда опускалась ниже в купе конструкторов, потому что мы эту тему поднимали в СМП, с липстримом по ходу сезона. У них старая инфраструктура, и только новая начнет приносить какие-то плоды, реальные уже только в 2024 году. И Зайдель тоже об этом откровенно говорил. Опять же, он связан с группой Volkswagen, потому что он в свое время был и руководителем, и техдиректором одновременно у Porsche в LMP1. И вот это тот человек, который Феррари, я считаю, нужен был. Если уж на кого-то менять Бенотта, то на Зайдель. Но я думаю, что когда к нему постучался в дверь Элкона, у Зайдель уже, судя по всему, был контракт подписан с Заубером. То есть поздновато, честно говоря, в Феррари. Зачесались относительно этого вопроса. Друзья, ну и, конечно, сейчас рубрика, которую вы все ждете от Алексея Попова. Давайте послушаем, что он нам рассказал про руководителей команды кадровой перестановки в Формуле-1. Здравствуйте, друзья! С Новым годом, с Рождеством, со всеми светлыми праздниками. Близится сезон 2023 года. Понятно, что зимняя пауза всегда нас расстраивает, потому что нам хочется больше гонок. Но все-таки нужно дать и отдохнуть, и подготовиться и командам, и гонщикам, и руководителям команд. Вот о них у нас сегодня пойдет речь. Потому что под конец сезона очень многое там закрутилось. Буквально костяшки домино начали падать. Посередине сезона та же самая ситуация была на рынке пилотов. Потому что вот этот уход Себастьяна Фетеля, потом резко Алонсо срывается из Альпина на его место. И понеслось буквально по всем командам прошел этот ураган. Несколько месяцев затишья. И то же самое происходит на рынке руководителей команд. Здесь, конечно, последняя, самая главная новость. Это возможный приход Андретти в Формулу-1. Андретти, который рвется туда долго, упорно, готов предоставить деньги, но сами команды не хотят. Ставили они ему условия, мол, знаешь, Майкл, сможешь привезти нового производителя? Тогда и поговорим. Что вы думаете? Он договорился не с кем-нибудь, а с Дженерал Моторс. Те, видимо, услышали тоже слухи про Форд с Рэдбуллом. И решили, а мы чем хуже? Давайте-ка бренд Кадиллак продвинем. Ну, Кадиллак уже, в принципе, благодаря тому же чипу Ганасия, участвует в гонках ИМСа. Но, понятно, что сами они машину не строят. Просто покупают, брендируют и на ней выступают. И та же самая история у них будет в Формуле-1. То есть, Андретти будет строить машину, выставлять ее в гонках под названием Кадиллак. А Мотор, формально они, да, новый производитель. И Бен Сулаем их приветствовал в гонках. Но, на самом деле, Мотор, скорее всего, сначала думали у Рено, в последнее время начали говорить у Хонды, скорее всего, будут покупать. Просто брендировать Кадиллаком. Так или иначе, ну, у нас, если все пойдет нормально, если команды все-таки согласятся, потому что Федерация во главе с Бен Сулаемом согласна, вопросы это Либерти, это Доминикали, это лобби команд. Но я думаю, что это в целом, в общем, в их интересах. 11 все-таки лучше, чем 10, даже если им кажется обратным. Плюс американская команда, американский производитель, учитывая национальность Либерти, учитывая, что у них уже три гонки теперь будет, причем с этого года, почему бы и не пустить, в конце концов, Андретти с брендом Кадиллак в Формуле-1? Было бы неплохо. Действительно, столько всего нас ждет еще до начала сезона. Я уверен, будет интересно и активно в межсезоне, друзья, и презентации команд, и предстоящие тесты. Но еще до этого у нас будет много интересных выпусков. Это и обсуждение предстоящего сезона, обсуждение новостей, и, конечно же, новые портреты исторических личностей. Все это вы увидите в программе SMP Sleep 3 в наших новых выпусках. И, как обычно, мы будем работать здесь, в студии SMP Racing, программа развития российского автоспорта. Владимир Пушмаков, Наталья Фабричнова. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И полная версия этой программы, друзья, напоминаем, доступна в паблике SMP Racing ВКонтакте. Не пропускайте, смотрите. Еще раз спасибо вам за внимание. Это был первый выпуск в 2023 году. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok